Девятое мая Дворец искусств на должность заместителя Директора. Здесь же он начал заниматься И режиссурой. Женат На своей работе Для того, чтобы мероприятие было слаженным и организованным Нам необходима четкая работа Всех служб. Мероприятие очень большое Поэтому на каждый временной отрезок Готовится вот такая вот схема Работы, которая ежедневно На планерках обсуждается Всем коллективам Вот смотри, вот в этой сутолоке Если мы не уберем сюда людей Либо сюда не уберем по краям, либо не посадим Вот как он бежит и как они встречаются Не просмотрим Мы делаем 11-часовой марафон Который начнется в 12.00 Закончится в 23 часа праздничным фейерверком В этом году мы покажем Нашим зрителям Войну глазами ребенка Ребенка, который прошел через все военные годы И через его видение Мы покажем все вот эти тягости Страны в военное время Таинство создания костюмов Вот как раз Саша Дисля Это наш главный герой театрализации Зовут его Александр Играет он у нас мальчика-вазь Нужно померить на него костюм Узника концлагеря Костюмы для концлагеря Создавались по особой технологии Сначала мы закупили ткань Далее наши художники Наносили на них полосы После чего при нескольких стирках Был выстиран основной цвет Для того, чтобы костюмы были Как можно аутентичнее и натуральнее Для производства этих костюмов Было использовано 130 метров ткани Работа трех профессиональных швей На протяжении двух недель Мы отшивали эти костюмы Сейчас мы будем записывать стихотворение Которое прозвучит в театрализованном действии Немаловажной частью успеха данного мероприятия Является подбор музыкального сопровождения Все это делается одним человеком Это наш звукорежиссер Который от самого начала И до самого конца Ведет все это мероприятие Давай попробуем соединить ворота И посмотрим, что у нас получается Это копия оригинальных ворот Лагеря Дахау Который расположен был в Польше Очень большую часть нашей программы Мы уделяем этому моменту Это специально изготовленная декорация Для 9 мая Последние дни, они самые тяжелые Последние две недели У нас ежедневно идут репетиции Вот сейчас мы с вами пойдем на репетицию Военной части парада Это вынос знамени Доходите здесь до центра Здесь вы должны перестроиться И со знаменем дойти до центральной точки Там вы останавливаетесь В данной репетиции у нас принимают участие Солдаты и военнослужащие Действующие военные части Которые располагаются на территории нашего округа Начало парада Вообще это очень сложная процедура Это процедура протокольная Она не придумывается нами Не придумывается никем Есть официальный протокол По которому все необходимые почести И все, что необходимо для того, чтобы вынести правильно знамя Все это не должно соблюдаться Тут не страшно, если вы не так встанете Главное, чтобы вы помнили На какие стороны вы расходитесь Сейчас вы видите репетицию коллективов хореографии Сейчас они разводят бухенвальский набат В данной сцене задействовано 70 ребятишек Вообще в целом в мероприятии Примет участие более 400 человек Которые занимаются в коллективах Дворца искусств Все эти схемы движения готовятся на протяжении нескольких месяцев Отрабатываются И, как правило, очень часто корректируются во время репетиции Потому что, когда мы рисуем на бумаге, это одно Когда мы видим это вживую, это совсем другое Вот сейчас за моей спиной как раз проходит изменение Так скажем, заранее намеченной схемы работы 70 лет скорби, 70 лет памяти Уважаемые жители, забудьте про дачи, забудьте про шашлыки Придите на празднование 9 мая Во всех округах будут проходить мероприятия Отдайте почести ветеранам, участвовавшим во Второй мировой войне